Когда ваш ребенок закончит играть в теннис? Меня зовут Ярослав Сорокин. На этом канале ты узнаешь все или почти все о теннисе. Подписывайся на канал, чтобы ничего не пропустить. Вылезли из норы, сняли три технических видео, но сегодня, сори, видео опять у окна. Чуть утомились от технических видео. Тема, я думаю, которая интересует каждого родителя, многих тренеров, которые живут этим. Когда ваш ребенок закончит играть в теннис? Поехали. Это такой многозначный вопрос, когда его можно оценивать с точки зрения поступков, которые будут сделаны, и с точки зрения возраста, когда это наступит. Я попробую затронуть обе плоскости, и возрастную, и поступочную, что, наверное, нельзя делать родителям, тренерам, чтобы ребенок не закончил, и с точки зрения возраста, когда, скорее всего, это наступит. Если взять возраст, наверное, то, что интересует большинство родителей или тренеров, чаще всего это происходит в промежутке между 13, я сказал бы, 16 годами. Это происходит по многим причинам. Во-первых, вот этот период взросления, когда мальчики пытаются стать парнями, девочки с девушками, гормоны, вот эта вот жизнь, которая, типа, кажется, такая она вся, прям просто столько есть всякого поделать, чего разного, вместо четырехчасовых тренировок, ФУП, там, растяжек, походу в тренажерный зал и так далее. И вот уже кто-то пиво начал пить, кто-то начал курить. Ну, вот это такой возраст, когда кажется, что жизнь настолько многогранная, есть столько других вещей, и, к сожалению, это наступает в этом возрасте чаще всего. Это касательно возрастного этапа. Еще в этом возрасте, если анализировать возраст с другой стороны, не с гормонов, не с периода взросления, если ребенок вовремя начал, это, я считаю, лет 6, 5, 7. И, в принципе, к годам 13 он потратил уже 6-7 лет. Мальчиков, наверное, тяжелее, но у девочек, я считаю, что 14-летняя хорошая юниорка, это конкурентоспособная девочка на победу на большом шлеме, на участие в полуфиналах, в финалах большого шлема ITF, естественно. Марта Костюк, ярчайший тому пример. Даяна из Тремска, по-моему, тоже в возрасте 15-16 уже заканчивала играть ITF. То есть, это понятно, что в этом возрасте уже юниорский теннис заканчивается. Если ты в этом возрасте не находишься в плоскости лучших юниоров, если ты не находишься там в топ-50-100 ITF, навряд ли произойдет какое-то чудо, если ты не был травмирован, если у тебя там, допустим, не было денег, и вдруг появился спонсор, может быть, что-то к такому игроку это превзнесет. А если игрок шел шаг за шагом, у него были условия, он тренировался, были деньги, тренера, все. И он находится там на пятых, шестых, седьмых сотнях по своему возрасту. Я не знаю, на что можно рассчитывать. Наверное, тоже такой возраст, когда надо как бы задумываться, что он уже очень много лет потрачено. Конкуренция у нас между пятой, шестой, седьмой сотней. Это тоже как бы уже предпринимается как такой маленький, но проигрыш на этапе. Как я уже сказал, в 14 у девочек точно можно выигрывать шлем, в 15-16 мальчики могут тоже спокойно уже конкурировать, где-то, наверное, на больших шлемах, в 16-17, но это уже в принципе можно и пятнашку там выигрывать, ИТФ. И как сегодняшний даже теннис показывает, то есть там в 19 лет становиться первым в мире, как Олька Расс, то есть в этом возрасте уже все подходит к тому, что надо как бы определяться с целями, какие они. Да, не у всех, конечно, будет так, как Олька Расса, но в этом возрасте уже надо находить ответы на очень многие вопросы, в том числе и зачем это все, кем я буду и так далее. Поэтому этот возраст особо критический для окончания. Теперь с точки зрения каких-то вещей, которые сделаны, возраст 13-16, наверное, это возраст, который можно уже просто, не можно перестать, наверное, уже невозможно просто пиздить ребенка. Если есть какие-то дети, которые заставляли что-то делать, которые не хотели что-то делать, их можно было там забрать полношает на два дня, там лишить карманных денег, ну сделать какую-то систему наказания, которая стимулировала бы работать. Я точно знаю одного человека, у которого такого было, и прям вот вообще, то есть я удивлялся, были результаты, результаты, он там подзатыльник, поджопник получал, все. А как только сказали, что можно не играть, он просто на таком малом остановился, там просто так мало человеку самому было надо, то есть больше было надо его родителям, они это делали, они, он, скажем так, хотел этого, заставлял, все. Им вообще ничего по жизни не надо было, там хлеб есть, есть масло есть, все достаточно. Я считаю, что вот этот возраст тоже, вот уже в этом возрасте не сможешь ты там как-то сильно и бить ребенка уже невозможно, наверное, даже если били, и лишать чего-то невозможного, потому что он уже плюс-минус взрослый, самостоятельный, там просто бросит все это и все. То есть если до этого возраста, до 13, до 16 не было привита любовь к тому, что делается, если не было понимания четкого, зачем это делается, в этом возрасте тоже уже нельзя заставлять, и я считаю, это тоже причина, почему этот возраст самый критический. Одна из. Еще одна огромная причина – расходы. Я не знаю, кто насколько глубоко соображает, угнедрялся в это, углублялся, считал. Я был внутри этой системы, я считал определенные вещи, и я думаю, те, кто соображают, те понимают, что большинство турниров ТЕ, которые даже проходят до 12 лет, до 12 нет рейтинга, они проходят по национальному рейтингу, выпискам с национального рейтинга, и на эти турниры попадают два наивысше стоящих номера от страны, которые заявлены в эту сетку, девочки, и два наивысше стоящих от страны мальчика, и плюс тренер. И эти игроки, допустим, пять ведущих игроков от страны, они обеспечиваются за счет турнира Hospitality в Main Draw. Что это такое? Они обеспечиваются питанием, проживанием до тех пор, пока не проиграл, по-моему, последний игрок. Такие были правила раньше из команды. Для тренера, а по-моему, для игроков там чуть по-другому. Но тем не менее, это огромная экономия. Каждый человек, который ездил, может посчитать, сколько стоит. Если ты выиграл, ты поел за счет отеля, турнира, и ты переночевал за счет отеля, турнира, точно так же бесплатно. То есть в среднем это экономия, я думаю, порядка 100 евро в день, даже на маленького ребенка это экономится. И эта система существует до 12, до 14 лет, я считаю, до 16. Вообще бесполезный возраст его играют те, кто в 14 не могут играть до 18. Но эта система существенно экономит деньги. Ты тратишь, по сути дела, на дорогу. Если у тебя игрок какой-то, представляющий что-то из себя, и он по национальному рейтингу попадает в эти первые два стоящих наивысших, то он экономит огромный бюджет. А вот, например, этап, даже если ты там в 13,6, по-моему, или в 13,7 месяцев начинаешь играть турниры ITF, что я считаю наивысшей целью для юниора, который может играть до 18 лет, это выиграть шлем юниорский. Если ты даже начинаешь играть ITF, с чего ты начнешь выиграть? С пятерки. Кто тебе на пятерки оплачивает обеспечение, питание? Все за свой счет. И тут же все эти выезды, которые там можно было уложиться, там где-то, я не знаю, допустим, в 500-700 долларов, если была какая-то ближняя Европа, недалеко от Украины, тут же эти цифры умножаются на два, то есть бюджет становится 700, 1000, 1500, 2000 и так далее, в зависимости от того, куда едешь. Ну и география становится более обширной, потому что я считаю, что у Tennis Europe все-таки такая какая-то локальная более география, а вот ITF, она уже такая мировая. И вот не готовы многие родители к таким играм, в которые они вроде бы начали играть, но по бюджету не готовы, и это тоже является огромной причиной окончания. Я еще вернусь к этой теме потом, но с этой стороны тоже в этом возрасте есть определенная проблема. Еще одна вещь, о которой мне хочется сказать, опять же, об этом возрасте, тогда 13-16 лет, это возраст, на котором нельзя уже ехать без базы. Можно, я же уже говорил, там видео, даже вот эти там медали, там до 10 лет, которые без техники, без ничего, на желании. Это возможно делать, пока скорость ног не превосходит, скорость мяча. Если к этому возрасту человек не был обучен, если его модель игры не выстроилась, технической базы нету, без шансов тоже. Просто, просто no chance. Как когда-то, не помню, кто-то сказал, там просто берут на карандаш, на запчасти, то есть уже просто все умеют использовать технический арсенал, если есть какой-то там ярко выраженный недостаток, если чего ты не умеешь делать, на нормальном уровне тебя просто напихают туда столько мячей, сколько надо, и используют любую твою лазейку. То есть, если вот к этому возрасту тоже не возникло специалиста у вас рядом, с которым вы работаете, и который вас ведет, который понимает четко, что он делает, и вы понимаете, что он делает, и вы как бы двигаетесь шаг за шагом к какому-то там совершенству на своем уровне, то я считаю тоже этот возраст последний, когда можно с какими-то недостатками двигаться. Дальше все эти недостатки, как бы они просто вылезают, потому что уже уровень оппонента, скорость мяча, она не дает шансов вам иметь какую-то дырку. Любую дырку используют, в нее напихают столько очков, сколько будет надо, и это тоже не оставит никакого шанса для выигрыша, для дальнейшего развития, роста. Только дети могут честно ответить. Может, когда-то мне даже захочется такое видео делать, просто сейчас так думал об этом, опросить детей. Когда ваш ребенок закончит играть теннис, когда вы его заебете, когда уже заебете так, что он просто скажет, слушай, ладно, хватит уже этого тенниса, мне уже самому харит играть. А мы столько в тебя вкладываем, а мы столько в тебе отказываем, ты бы знал, сколько это стоит, это такие деньги. Ой, не бей ракетку, 200 долларов. Не знаю, ты должен выиграть, ты должен. Какие-то такие вещи, которые я тут еще позаписывал. Если ты проиграешь, ты закончишь, ты не будешь больше играть. Заканчивайте до игры. Если нет денег на сломанную ракетку, не играйте. Если до хрена вкладываете, во многом себе отказываете, и ваша жизнь превращается в сущий ад из-за того, что ребенок играет в теннис, а потом у него такое давление, что если он проиграет, вы будете по 50-х вспоминать, сколько денег вы вложили, не играйте в эту игру. Ничего не получится, и у ребенка ничего не получится, и у вас тоже навряд ли что-то будет позитивное с этого. Я считаю, что должно по-любому приносить удовольствие в какой-то мере. Да, тратятся огромные деньги, я тоже сталкиваюсь с этим, сколько на это тратится, но я стараюсь это никогда не говорить. Меня расстраивает, когда, допустим, какие-то вещи сделаны, не на максимум кто-то не выложился, или недооценил сделанного. Ну вот касательно, я потратил, я бы мог за это время, или за эти деньги купить себе. Кому? Это отговорки для бедных, я считаю. Ну не в том плане бедных, у кого денег нет, а вот именно для бедных морально, которые не понимают, что такими словами они только навредят ребенку. И что вы хотите, чтобы он выиграл, чтобы он был лучше, чтобы он сыграл рискованно. Ну как он сыграет рискованно, если за забором стоит придурок, который говорит, я столько вложил, блядь, ударь, ударь. Потом ты бьешь там 10 сантиметров аут. Нахрена ударил? Ну потому что ты сказал ударь, поэтому ударил. Мы столько потратили. Я бы мог купить себе там машину новую, если бы ты не играл. Ну то купи себе машину, я закончу играть. Не заябывайте своих детей. И в конце, что бы я хотел бы подытожить это видео, как бы я хотел бы его подытожить. Ребенок может делать то, что он хочет делать с любовью, и то, что он не хочет делать с ненавистью. Возвращаясь к видео, наверное, отцы и дети. Прививайте любовь, чтобы он любил то, что он делает. Не вызывайте ненависть. Помогайте ему любить то, что он делает. И самое главное, не закрепощайте его каким-то там ты должен, ты обязан. Наверное, тогда вы, если хотите, чтобы он не закончил, продлите это максимально долго. А может быть у вас получится и что-то уникальное, он это полюбит и будет делать это в удовольствие. Пока. Не старейте на коллите, подписывайтесь на канал.